Дождались, наконец-то. Вот эта косатка, это просто моя любовь. Я не очень понимаю логику, у всех плохо, все нарушают сроки, всем больно, а вы удорожаете проект. Именно здесь я бы устроила прям шикарную лаунж-зону, такую как будто бы в аквариуме. Нет, такого я точно не видела. Мне кажется, где-то должен быть подвох. Всем привет, я Леся Грузинская, это канал о новостройках, авторские обзоры на тему недвижимости. У нас наступают времена ностальгии, потому что сдаются комплексы, которые мы приезжали, когда-то снимали на старте продаж, и мы приезжаем, проверяем, как у них дела после сдачи. Сегодня вообще особенная история, потому что на объект «Талисман на водном» мы приезжали в начале 2019 года, делали обзор новостроек на Котловане, в этом районе их было несколько, и тогда я прям довольно скептично отнеслась к этому проекту, потому что застройщик 3S Group мне был совершенно неизвестен, они тогда только вышли на рынок московского региона, и у них появилось тогда сразу два проекта. «Талисман на водном» и «Талисман на Дмитровском». Оба были на Котловане, оба строились в районах, где много других новостройок, и я не понимала, почему мы должны доверять именно этому застройщику, как они построят, какого будет качества, какое отношение у них к дольщикам. В общем, все было непонятно. А потом у них вышел еще новый продукт «Талисман на Рокоссовского», и мы тоже его делали в подборке новостроек на старте продаж, а доверие к застройщику все еще не выработалось, потому что мы не видели ни одного с данного проекта. Дождались, наконец-то. Вот сейчас получил ввод в эксплуатацию «Дом-талисман на водном», и мы решили приехать, посмотреть, как застройщик строит. Мы точно знаем, что они соблюли сроки сдачи, сдали дом вовремя, сейчас вот как раз передача ключей началась. И решили посмотреть, как застройщик относится к выбору материалов, к отделке, к качеству строительства, как они вообще сотрудничают с дольщиками, чтобы понимать вообще в дальнейшем, можем ли мы вам советовать вообще рассматривать объекты 3С-групп. Поэтому начнем с «Талисмана на водном», посмотрим, как ребята справились. Жилой комплекс «Талисман на водном» — это всего один корпус переменной этажности, эти четыре секции, две из них 24 этажа, есть секция 17 этажей и секция 20 этажей. Дом уже сдан буквально на прошлой неделе, сейчас идет передача ключей. Чтобы посмотреть подробную статью и проследить за историей этого проекта, можете перейти вот здесь по подсказке на сайт новостроев.ру в карточку объекта. Жилой комплекс «Талисман на водном» находится в Головинском районе, у метро «Водный стадион», который мы снимали уже просто 100 тысяч раз, все новостройки в округе попадали в наши обзоры, а их здесь строится реально, мне кажется, больше десятка уже. И самое интересное, что последний раз, когда мы сюда приезжали, снимали несколько новостроек прямо рядом с метро, я говорила, что мне это метро не нравится. Я считаю, что метро, такое, как и «Водный стадион» прямо рядом, это не очень хорошее соседство. И мне тогда еще сказали, что я слишком сильно придираюсь, что как это, вот такое метро хорошее, другое плохое. В общем, на самом деле там очень большая проходимость, такой небольшой рынок или что-то в этом роде возле этого метро. Очень много автобусов, транспорта, поэтому само метро мне не очень нравится. Но у «Талисмана на водном» вообще просто идеальное в этом плане расположение. 500 метров до станции, это то есть минут 6-7 буквально, даже, наверное, за 5 можно управиться пешком, но при этом он все-таки на достаточном расстоянии, чтобы это метро не раздражало своим внешним видом, например, и не было совсем рядом. Поэтому по прямой, буквально через пару административных зданий и торговый центр, и, собственно, вы уже там попадаете к себе домой. А на машине 9 километров от третьего транспортного кольца по Ленинградскому шоссе, ну, без пробок, до центра, мне кажется, минут за 20-30 точно можно добраться. Дом построен по классической системе домостроения. Это монолитный дом на единости лобатной части с подземным паркингом. В паркинге есть кладовые помещения, есть машины-места. Вот. У дома, обратите внимание, 2-3 этажа, в зависимости от того, в какой секции. Это стеклофибробетон. Дальше, обратите, пожалуйста, внимание, это керамогранитная плитка уже идет навесного фасада. Вот. И, переходя к окнам, обращаю на них особое внимание, в доме окна системы, они получаются у нас рехао. Вот. И все стеклопакеты – это энергоэффективные окна с дополнительным нанесением ионов серебра. Поэтому с внешней стороны они бликуют, то есть они как будто с дополнительной тонировкой. А с внутренней стороны они абсолютно энергоэффективны, они очень комфортны. Все окна у нас с дополнительными бризерами, то есть это система проветривания без открытия. Вот. И у каждой квартиры своя корзина, то есть в цвет фасадного решения. Я вижу белый, серый, золотой даже есть. Старались. Корзины большие, как минимум один большой внешний блок туда помещается. При желании можно разместить их два. Я, по-моему, где-то читала, что другие материалы должны были быть на фасадах. Их изменили уже в процессе строительства? Изначально дом был проектирован как комфорт-класс. В процессе, когда наступил непростой период пандемии, в период неопределенности, руководство компании приняло достаточно серьезное, большое для себя решение улучшить качественно фасадные материалы по дому, сделать дизайнерские лобби и в целом максимально сделать дом визитной карточкой компании 3S Group по коммерческому домостроению. Я не очень внимаю логику. У всех плохо, все нарушают сроки, всем больно, а вы удорожаете проект. Совершенно верно. Мы изнутри влияем наружу. То есть для нас это визитная карточка, для нас это важный дом. Ну то, что это первый объект, это действительно очень важно. Это первый объект, это то, с какой философией в целом компания относится к рынку. То есть у нас, например, внутри компании есть четкое понимание, что у нас компания с высокой культурой строительства. Это отображается во всем. В качественной марке бетона, например, в B30 мы строим бетон. Это внешние материалы, внутренняя отделка. В начале строительства планировались обычные фасады фиброцементные. Сделали стеклофибробетон. Это панели, которые выливаются на заводе. Фабричное производство, дорогое и достаточно тяжелое. То есть каждая панель от 50 до 90 килограмм. Ручная обработка очень долго монтируется непосредственно по месту. И во входных группах тоже было по-другому, да? В том числе. Сейчас мы с вами будем видеть дизайнерские лобби, которые уже максимум воплощены и приближены к бизнес-классу. Нет, такого я точно не видела. Мне кажется, где-то должен быть подвох. Первый раз вижу, чтобы всем как-то не очень хорошо, а мы решили сделать получше. Но проверим. Внутренняя часть двора у дома-талисмана на Водном оказалась закрытая. Сейчас пока есть доступ, потому что только начали передавать ключи. Вообще все огорожено забором, и эта часть будет доступна только для жителей. И здесь очень необычное благоустройство. Настолько интересное, что у меня взгляд цепляется за каждую деталь. Вот эта косатка, это просто моя любовь. Она прекрасна. Что все это делали под заказ по дизайн-проекту, соответственно, их архитекторов. Очень красиво, очень необычно. Вот эта конструкция алюминий, наверное, дали что-то, в общем, с деревянными лавочками. Здесь есть батут, разные материалы на детской площадке. Есть и прорезиненное покрытие, все по правилам. Есть, например, корабль на песчаной дюне. Есть и зеленые насаждения. Кустарники высадили уже. Есть там и плитка. В общем, очень много фактур разных. Есть спортивная площадка. Я вижу стол для пинг-понга. Спортивная зона не очень большая, но вот этот кашелот, это тоже чудо же. Я обожаю, когда все сделано со стилем, и при этом необычно, нестандартно. То есть, с одной стороны, здесь много натуральных материалов, много очень дерева. И при этом есть такие штуковины, как вот эти две рыбы, например. Это очень круто. Там есть еще зона с качелями. Тоже обратите внимание, на срубах из деревьев стоит мой любимый эко-стайл. И мне очень нравится отдельно вот эта зона такая. С этой стороны, может быть, непонятно, что это. Просто под углом расставлены здесь лежаки, лестница. Но на самом деле это крыша въезда на паркинг. То есть, она могла бы быть просто, например, с зеленым газончиком или просто там выкрашенной, но из нее тоже сделали функциональную зону. Система безопасности в этом комплексе организована так, что есть закрытая территория внутреннего двора, есть видеонаблюдение, есть домофоны. У каждой входной группы с обеих сторон, соответственно, в подъезд только вход по ключу, есть охрана территории и есть возможность посадить охрану в каждую входную группу, но это уже, соответственно, если дольщики готовы платить. Очень необычное решение. Кстати, по-моему, впервые такое вижу, что почтовые ящики, они на входе. То есть, получается, в первом холле входной группы мы зашли со стороны двора, но каждая входная группа, она сквозная. То есть, сразу ровно напротив можно выйти на наружную сторону дома. Вообще, на 4 секции получилось всего 2 входных группы, поэтому они просто огромного размера. Я даже не вижу ни конца, ни края в обе стороны. На первую и вторую секцию одна большая входная группа и, собственно, на третью и четвертую. И так, что я вижу сразу, что мне все очень нравится. Большие светлые пространства. Потолок грильята. Здесь частичные стены с штукатуркой и окраской белой. Есть такие панели со стилизацией под дерево. Серая плитка на полу под мрамор. Очень высокие потолки. Здесь больше 4 метров. Насколько я поняла, 4,5. Я обожаю, когда делают какие-то стилизованные такие дизайнерские штуки. Здесь стена. То ли плитка под дерево, то ли настоящее дерево. Непонятно. В общем, очень прикольная такая стена. Здесь есть такая зона ожидания тоже. Стильная шампанская. Я не знаю, нам не нам подготовили, но оно здесь стояло. Вообще, в этом большом первом холле начали сейчас выдавать ключи. Здесь организовали временный офис передачи. Поэтому колясочная, их две. Раз колясочная и два колясочная. Пока временно заняты сотрудниками, которые выдают ключи. Я думаю, что если вы дольщик, то вы рады, что ключи выдают. Но, правда, коляски пока временно, получается, я не знаю. Нужно, видимо, узнавать, где их можно поставить. Я не знаю, кстати, останется вот эта зона или нет, но она очень милая. Здесь еще несколько ящиков. Стена из натурального мха. Пройдем в одну из лифтовых зон. Причем пройдем через гостевой санузел, потому что я видела, что здесь есть, помимо того, что гостевой санузел, здесь есть еще помывочная для собак. Лопомойка, как ее называют, она уже, собственно, функционирует. Вот здесь можно почистить лапу собаки, сполоснуть руки. Здесь, собственно, сама уборная, причем такая, с приличной сантехникой. Все очень миленько, аккуратненько. А дальше уже лифтовая зона. В тех секциях, которые 20 и 24 этажа, по три лифта, причем два груза пассажирских и один пассажирский. Та секция, где 17 этажей, там лифта два. Все они марки Отис. И пока вот еще даже закрытая защитная пленка, чтобы все дело не исцарапалось. Поедем на жилой этаж проверим. Поднялись на жилой этаж, чтобы проверить, собственно, сам этаж и заодно одну из квартир. Тот же самый стиль, покраска стен, тоже такая стилизация под дерево. Получается сначала лифтовый холл, а потом дальше за отдельной дверью уже этаж с квартирами. То есть, получается, теоретически вы можете договориться с жителями на этаже, поставить вот там замок, и холл с квартирами будет только ваш. Например, коляски здесь, свои велосипеды и так далее можно ставить, если договоритесь с жильцами. А жильцов не очень много на этажах. Конкретно на этой раз, два, три, четыре, пять. Вообще, насколько я знаю, от трех до семи, по-моему, квартир. Это максимальное количество. И здесь тоже потолок брилья, тоже чуть-чуть другой цвет, такой немножко с серым, по-моему, оттенком. И серая плитка. Мне очень нравится вот эта стилизация значочков. Такая прям лаконичная, но приятная. Здесь написано, что это проверено 3S Group. То есть, перед передачей к квартире Дольщику пришли сотрудники 3S, проверили, что все в порядке, в квартире все нормально. И я хочу сразу отметить дверь. Она прям такая... Слышите, как она закрывается? Добротная, железная, дверь с двумя замками. Замки только поменять, а дверь прям спокойно можно оставлять. Квартира с отделкой. К сожалению, насколько я знаю, на сегодняшний день не продаются уже квартиры с отделкой конкретно в Талисмане на Водном. Но мне очень важно было, опять же, проверить, как застройщик относится, какие материалы выбирают. И пока вот я зашла. И внешне мне нравится все. Было в Талисмане на Водном два варианта отделки. Один назывался «Утро», другой, по-моему, «Вечер». Это светлый и темный вариант. И вы понимаете, наверное, что мы в Светлом. Такие широкие форматы здесь. Это двухкомнатная квартира распашного типа. Огромная прихожая. Здесь можно поставить просто гигантский шкаф, куда можно все спрятать. Нет отдельного такого прям пространства под гардеробную. Но здесь, правда, большой шкаф поместится, потому что места очень много. Широкоформатная плитка. Керамогранитная на полу 60 на 60 сантиметров. Я очень люблю, когда такая большая. И в коридоре, и в санузлах теплый пол. Мне безумно нравится ламинат. Он выглядит прям как хороший паркет. Это, по-моему, 32-й класс ламината. Очень красивый цвет выбрали. Такой серо-бежевый с каким-то... Видимо, еще из-за того, что рядом персиковый, но таким розовым немножко отливает. Но прям цвет, правда, очень красивый. И санузел здесь получился раздельный. В одной части раковина, унитаз. Причем, смотрите, душ здесь установили. Очень прикольно спрятали за закрывающийся механизм. Здесь вот можно добраться до счетчиков. Все очень аккуратненько, кстати. Такая тоже плитка красивая. Это подобного формата, как на полу. На стенах тоже есть шкафчик с зеркальцем сразу. Это тоже очень круто. Ну-ка. Это та планировка и та мебелировка, которая уже придумана застройщиком. Вот в таком формате человек получает квартиру. То есть уже есть шкаф. Обычно ограничиваются только раковиной. Очень красиво. Здесь есть, например, место под стиральную машинку. И есть еще соседний санузел. Где ванная, еще одна раковина, еще один унитаз. То есть это двухкомнатная квартира. При этом уже два санузла получилось. И еще один шкафчик. Очень здорово освещение. Прям по контуру сделали очень аккуратно. Хорошая, кстати, ванная. Производителя не вижу. Акватер. В производителях не очень разбираюсь, но все очень аккуратно. И лейка, и прям такой смеситель очень приятный, такой стилизованный. И унитаз рока. Прям его действительно можно оставить все это дело надолго. Менять здесь не хочется ничего. Мне очень нравятся двери с вот этими прозрачными вставками. Прям они такого материала приятного. Здесь, правда, все очень хочется трогать, хочется изучать. Потому что все очень красиво сделано. А вот это какая-то комната прям огромная. Метров, наверное, 17, может быть, 18 даже. Окна. Мне очень понравился цвет окон, который выбрали. То есть изнутри окно не белое, а оно такого, как будто бы кофе с молоком оттенка. Каждое окно можно открыть на форточку или открыть на распашку. И самое интересное, что если вы не хотите открывать на форточку, вот тут над одной из створок есть механизм, который можно подкрутить, и воздух с улицы будет аккуратно поступать. Такое супер деликатное проветривание. Не очень симпатично, но очень функционально. Вывод для кондиционера, потому что в этой комнате как раз корзина под кондиционер. Розетки в основном все по низу. Здесь вот как раз под телевизор уже сразу, под антенну. Чтобы миллион розеток. Потолки 2,70 в отделке и 2,80 без отделки. Мы до кухни пропустили случайно. На кухне тот же самый формат плитки, что и в прихожей. И стены, вообще покраска стен везде одинаковая, только на кухне есть фартук. Из кафеля сразу уже сделали. И здесь вывод под люстру в центре. И уже сразу сделали софиты над панелью, которая будет на кухне. Это очень здорово. Сразу тоже позаботились об освещении, потому что иногда этого не хватает. И интересно, что я еще смотрела по качеству, когда зашла, вот пока Рома там примерялся, камеру включал, я зашла, посмотрела, к чему я могу придраться к качеству. И нашла, думаю, ага, один шов не сделали, затирку, как так? Все красиво, аккуратненько, а в этом шве нет затирки. Оказалось, что это не нет затирки. Это нарния. Здесь сделали дверцу, доступ к счетчику. Хотя открывать вам ее придется не часто, только в каких-то экстренных случаях, потому что показания счетчиков передаются уже давным-давно автоматически. Передача ключей еще только началась. Еще не все квартиры передали. Может быть, у кого-то точечно что-то и будет не так. Но у меня придраться абсолютно не к чему. Правда, сейчас, напоминаю, квартир с отделкой нет. Но мне нравится отношение застройщику к выбору материалов. Мне сказали, что очень долго выбирали этот ламинат, чтобы он действительно красиво смотрелся. Очень долго вообще выбирали все материалы. И это заметно, что выбирали не на отвали, не лишь бы какой, а собирали, чтобы это все выглядело очень стильно. Даже элементарно цвет окон, это очень важно. Но могли сделать белое. Кто бы придрался? Никто, потому что все делают белое. А здесь красивого цвета кофе с молоком. Это очень круто. И в других жилых комплексах, в Талисманах, на Дмитровском, по-моему, на Рокоссовского, там, где будут квартиры с отделкой в дальнейшем появляться, говорят, что материалы будут еще улучшаться. Наверное, это скажется, в том числе, конечно, и на стоимости, но для меня важен выбор материала и отношение застройщика. И мне здесь пока все нравится. А кто целевая аудитория проекта? То есть это был больше инвестиционный проект или для жизни его делали по планировкам? Вот каких нарезок больше? Мелких, крупных? В целом нарезка квартир в Талисмане на водном стадионе от 28 квадратных метров до 104 квадратных метров. Средняя площадь квартиры 52 квадратных метра. И здесь надо обратить внимание, что целевая аудитория – это все-таки люди, которые покупали квартиры для себя, для жизни. Поэтому особый акцент был сделан на евроформатах двухкомнатных квартир, там, где большая кухня-гостиная, одна изолированная комната. Достаточно большое количество двухкомнатных квартир и трехкомнатных. То есть маленьких квартир-студий и однушек у нас не такое большое количество. Сам дом представляет из себя четыре секции переменной этажности. Две секции у нас идут без отделки, одна с полной отделкой под ключ и одна секция с белым боксом. Самая маленькая квартира у нас сейчас осталась – это однокомнатная, 40 метров. Самая большая – 86,9 квадратных метров – это трехкомнатная квартира. Еще пока даже есть из чего выбрать? Есть из чего выбрать, торопитесь. Например, Талисман на водном стадионе, он получился достаточно классическим проектом. А Талисман на Дмитровском, например, уже спроектировали с террасами для отдельных квартир. То есть у нас там терраса от 12 до 35 квадратных метров. Есть квартиры двухэтажные с потолками 4,90, с высокими окнами 3,90, такие своеобразные пентхаусы. Например, Талисман на бульваре Рокоссовску в целом запроектированы изначально уже с 10 пентхаусами и с высокими потолками 3,30. В следующем году у нас планируется новый проект с пентхаусами и высокими потолками с средней застройки этажности. Там где-то в районе 10-12 этажей у нас будет. Даже в Москве где-то будет, а район уже и… Новая Москва. Новая Москва. Новая Москва, километр от будущей станции метро. Очень интересный проект. На первых этажах будут высокие потолки, которые можно купить как под мастерскую, как под студию. И будут еще квартиры и апартаменты с индивидуальными патерами. Ну и ради интереса проверим еще квартиру в бетоне. Сложно ее, конечно, проверять, потому что, собственно, вот и вся квартира. Но что можем отметить? Что из позагребневых блоков до колена примерно сделана трассировка примерного расположения комнат. Это около 43, по-моему, квадратных метров. Такая евро-двушка, потому что здесь большая кухня получилась с обеденной зоной. Метров 18, наверное, гигантская комната. В комнате, кстати, заметьте, получилось два окна. Одно стандартного формата такое, второе небольшое, но, тем не менее, света достаточно. В этой планировке можно организовать удобную гардеробную. Сразу за входом получается такой аппендикс. Ну, если вы оставите стены вот так, а не сделаете это единым пространством, то вот здесь можно сделать довольно большую гардеробную. А Рома аккуратненько спрятался в санузел. Он здесь практически там 5 метров, там 4,5. Большой совместный санузел, рядом кухня. И, что интересно, в квартире с отделкой не было балкона, а в этой балкон есть. Хотя по процентному соотношению таких квартир меньше, но, тем не менее, такой вариант тоже есть. В общем, бетон особо не интересно рассматривать, а балкон мне очень даже понравился. Около 3 квадратных метров получился балкон. Это холодное остекление. Здесь нет никакой отделки, тем более, если учесть, что даже в квартире отделки нет. Но именно здесь я бы устроила прям шикарную лаунж-зону, такую как будто бы в аквариуме. И здесь застройщик выбрал какой-то очень качественный профиль оконный, что, видите, не нужно дополнительное усиление конструкции. Если вспомните наши старые ролики, когда мы делаем такие обзоры с балконом, где все из-за стекления, все равно дополнительно идет такая, как перила. Потому что это нужно по нормам безопасности. Вдруг не выдержит конструкция или что-то в этом роде. В общем, здесь более дорогой профиль, поэтому никаких дополнительных конструкций не надо. Утеплить, наверное, не получится, но летом прям здорово отдохнуть. Прикольный балкон. Вопрос по застройщику. Для ТРЕС это первый реализованный продукт. Мы когда приезжали, одновременно начинали строиться здесь и над Питровки проекты. И мы сами там еще особо никакого доверия не имели, не понимали, насколько там можно довериться. Хотя сейчас понимаю, что и в топе продаж несколько раз, по-моему, был объект. И вот сейчас сдали, вроде все в порядке. Как вообще застройщик чувствует себя на рынке? Дальше есть ли планы развиваться? ТРЕС Групп уверенно себя чувствует на рынке. Мы хорошо идем с точки зрения наличия коммерческих проектов. У нас большие планы на 2022 год. Планируем открыть три коммерческих проекта по реализации. В текущем периоде у нас есть первый из данных проектов. Это Талисман на водном стадионе, где мы с вами сегодня находимся. И два проекта в открытой реализации. Это Талисман на Дмитровском и Талисман на булеваре Рокоссовска. Он последним выходил уже после? Рокоссовский вышел у нас как раз в конце 2020 года. И на текущий период мы уже где-то находимся на 12 этаже по монтажу. Поэтому достаточно хорошо и уверенно идем. То есть на этом решили не останавливаться. Дальше будете развиваться в Москве. А коммерция – это прям какие-то торговые центры или что-то в этом роде? У компании есть в портфеле как подряды по реновации, так и проекты, которые развиваются именно торговые центры и многофункциональные центры, в том числе с транспортно-пересадочными узлами. А сами как вообще оценили интерес к своей компании, к своим объектам со стороны покупателей? Вы знаете, хороший вопрос. И, наверное, на него будет справедливый ответ, если мы просто вам скажем, что квартиры у застройщика закончились за полгода до ввода дома в эксплуатацию в Талисмане на водном стадионе. И в Талисмане на Дмитровском квартиры от застройщика также уже закончились. Остались квартиры инвесторов, которые мы допродаем. Поэтому мы считаем, что для застройщика это достаточно интересное положение вещей, когда квартира и продукт сам востребован. А вот когда уже реализовали, сейчас уже идет передача ключей. Как в этом плане сотрудничать? То есть отслеживаете ли обратную связь от дольщиков? Как идет передача ключей? Какие у них замечания, возможно, есть? Передача ключей только началась. Мы рады обратной связи в любом его проявлении. Поэтому мы сделали отдельное приложение с Доми Лендом, через которое любой дольщик, который у нас купил, может дать обратную связь по качеству, по тому, как ему нравится продукт и какие у него есть свои соображения на этот счет. Управляющая компания первые три месяца будет от застройщика. Дальше проведем общее собрание жителей. И жители выберут уже ту компанию, которая будет с ними заниматься до... А тариф какой? Тариф отличный. 69 рублей. Это содержание, обслуживание, текущий ремонт. Плюс дополнительные тарифы идут уже по счетчикам. Электричество, вода, пожалуйста. 2100 рублей. Под корпусом есть паркинг подземный на 206 машиномест, квартиры 472. То есть примерно 0,5 коэффициент, и мы уже давно говорим, что это нормально. Хотя, конечно, в этом жилом комплексе нужно будет подняться еще раз наверх, посчитать вообще, что там наверху с машиноместами. Потому что я когда подъезжала, мне показалось, что не очень много мест гостевых и вообще возможности припарковаться где-то бесплатно. Но стоимость на машиноместа на подземном паркинге сейчас даже уже в сданном доме от 1.600.000 до 2.000.000 рублей. Еще несколько машиномест остались в продаже. То есть получается, кто-то купил здесь квартиру, но решил не покупать здесь машиноместа. Видимо, понадеялся, что все-таки найдет, где припарковаться. Это мы выясним. Паркинг светлый. Я не вижу никаких затоплений, несмотря на то, что сейчас идет только передача. В этот момент обычно на паркинге как раз видно, где еще незаконченные какие-то работы. Пока еще ни одной машины. Ну, там только-только начали выдавать ключи, еще пока никто даже не заселился. Еще на подземном уровне есть кладовые помещения. Мы их проверим. Они блоками такие по 7, по 8 штук. Вот зайдем в один из блоков, чтобы посмотреть, как это выглядит. Все очень серое. Очень серое. Пронумерованы. Я знаю, что здесь чуть больше 100 кладовок. От 4 до 7 квадратных метров. Сейчас самая дешевая за 800 тысяч рублей. Они без отделки. Ну, просто по загребневые блоки, бетонный пол, но с освещением. Для велосипедов, для зимних шин, для чего-нибудь такого. Я бы, может быть, только застелила чем-то пол, чтобы можно было еще более-менее чистые вещи сюда складывать. Ну, и потом под себя можете покрасить стены. А так кладовки есть уже хорошо. Гостевые места обнаружились за домом со стороны как раз соседской строительной площадки, которая только на котлован выходит. И если вы вдруг не купили на подземном паркинге либо здесь припарковаться, ну, вы сами понимаете, да, что здесь машина мест, ну, сколько, ну, машин, наверное, не больше 15 влезет. Поэтому, скорее всего, придется парковаться на Головинском шоссе. Насколько я понимаю, те, кто собственники квартир, могут оформить резиденцию и парковаться там бесплатно. Либо мне показалось, что самый оптимальный, самый классный вообще вариант – это вот видно в торговом центре есть многоуровневый паркинг. Насколько я поняла, там можно взять места в аренду помесячно. Это пока не точно, поэтому жители, у нас всегда в комментариях находятся эксперты, которые знают и локацию застройщика, и объект лучше, чем я. Поэтому помогайте, эксперты, что там по сдаче в аренду машина мест, потому что я вижу, что там много машина мест. И мне сказали, что возможно арендовать. Если это так, то вот это реально самый оптимальный вариант, потому что останется только перейти дорогу. Продолжение благоустройства в жилом комплексе «Талисман на водном» получилось с обратной стороны. Это уже открытая часть территории. Здесь можно пока всем желающим прогуляться. Но, насколько я поняла, эта территория все же принадлежит застройщику, а, соответственно, сейчас уже жителям жилого комплекса. И если они соберут ОСС, то вот этот чудесный скверик они тоже могут оформить в собственность и возвести здесь забор. Не знаю, захотят или не захотят. Не знаю, какой трафик здесь и какой контингент в районе. Это со стороны как раз где Кольцо, где Головинское шоссе. И такое получилось. Здесь пространство больше для взрослых, для почитать, посидеть, поработать, прогуляться. Здесь нет детских зон, но тоже в продолжении в эко-стиле. Очень прикольная такая стилизованная площадка с опилками. Здесь трава, здесь вот эти белые кругляшки. Во дворе жилого комплекса «Талисман на водном» есть вот такое двухэтажное золотое здание с желтыми окнами. И это детский сад, он коммерческий. Дом полностью уже готов. Единственное, что пока еще не сделали благоустройство детского сада. Я, насколько поняла, сейчас идет передача оператору. Это будет частный детский сад. На первом этаже дома «Талисмана на водном» расположились коммерческие помещения. Их 15 штук. Пока еще ничего не открылось. Ну, собственно, неудивительно. Дом только-только сдали. Но, насколько я поняла, там уже откроется какая-то кафешка, пекарня. В целом, в нехватке коммерческой инфраструктуры сложно упрекнуть этот район, потому что уже огромное количество и новостроек здесь дано, и возле метро очень много инфраструктуры. Но, тем не менее, иметь там свою, например, какую-то пекарню или булочную в доме всегда приятно. Ждем постепенно, что будет открываться. Я, когда подъезжала, сразу возник вопрос, а что будет с этой соседней территорией? Она принадлежит вам или это уже выходит за пределы жилого комплекса? И я не очень поняла, там идут какие-то работы по разбору вот этих вот сооружений. Понятно уже будущее этого? Та территория, про которую вы спрашиваете, это внутренняя городская дорога, которая внутри района просто распределяется. Ее сейчас строят. К соседнему жилому комплекса там будет проходить? К соседнему жилому комплекса будет просто подъезд. Вот и все. И поэтому там разбирают вот эти здания, потому что нужно... Сейчас она, может быть, на фоне нашего ЖК не такая приглядная, не такая презентабельная, интересная. Но в последующем эту территорию будет город уже осваивать. Это их территория, их зона ответственности. Это их город, это их зона ответственности. Как мы знаем, город Москва, в принципе, не оставляет каких-то брошенных территорий в рамках старого города, по большому счету. Ну, я думаю, что они так не брошат, конечно. Я думаю, что в течение какого-то обозримого будущего, когда ЖК будет достроен, соседский, у них будет достаточно хорошая проезжая территория. Нам будет в пользу. Ну, в целом, да. Район, в котором строится жилой комплекс водный, нами уже, по большому счету, изучены вдоль и поперек. И есть у него, мне кажется, свои плюсы и минусы. Во-первых, это уже заселенный район. Здесь в округе чуть подальше есть и старый жилой фонд. В ближайшей пешей доступности, в основном на востройке, потому что куда ни глянь, вот кроме вот тех вот там панелек, все на востройке. Это что значит? Это значит, что вся коммерческая, эссенциальная инфраструктура есть в районе. Несмотря на то, что на точечный объект «Талисман на водном» не возложили необходимость строить школу, ну, это как бы и логично, школы есть в округе. Одна вот ближайшая прямо за торговым центром водный, другая в сторону прудов, еще одна ближе к метро. Есть магазины, вообще огромное количество, да, один торговый центр, чего стоит и вещей купить, и продуктов. Вообще, ну, и развлекательная, и социальная, в общем, вся инфраструктура есть вообще, какая только вам понадобится. Но из минусов, когда так много жилого пространства, на эту инфраструктуру, конечно, соответствующая нагрузка. Поэтому по поводу мест в муниципальных садах и школах нужно, конечно же, узнавать заранее, если у вас есть ребенок, понять, возможно ли его туда записать. Но мы, кстати, сколько раз не приезжали сюда, всегда снимали только как раз коммерцию, только показывали вот этот один и тот же торговый центр, все вот эти новостройки, и ни разу не доехали до Головинских прудов. Рома, давай уже хоть раз это сделаем. Мы, конечно, очень странные ребята, просто сто раз приезжали в эту локацию, показывали одни и те же места, рассказывали про метро «Водный стадион», показывали коммерческую инфраструктуру, сто раз показывали кладбище, которое находится рядом с жилым комплексом «Талисманно-Водным», которое уже обстроили просто со всех сторон новостройками, поэтому я думаю, что оно для вас будет не сюрпризом. И ни разу не доходили до Головинских прудов, до которых на самом деле, ну, я не знаю, сколько здесь идти, минут, наверное, 5-7 может быть. И когда наступила практически зима, когда на улице минус, когда отваливаются пальцы, мы вам решили показать, смотрите, какая чудесная прогулочная зона. Ну, она правда чудесная. Здесь большие Головинские пруды, их несколько штук. Это самая ближайшая зона, она на востоке, получается. На юге есть большой парк «Дружба», на него можно тоже прогуляться. На юго-западе огромный парк Покровская-Стрешнево, поэтому район с точки зрения прогулочных зон на самом деле очень даже богат на разные достопримечательности. Интересно, а уткам холодно, нет? Ну что, время итогов для жилого комплекса «Талисман» на водном отрезку групп. И мне даже как-то неловко немного, что в 2019 году я так предвзято к ним отнеслась. Ну, новым застройщикам, знаете ли, без опыта все-таки сложно очень доверять. И я рада, что этот застройщик оправдал доверие тех, кто покупал квартиры на этапе строительства, все-таки доверился, получил свои квартиры вовремя, даже передача ключей раньше началась. Это первый плюс. Для меня какая-то максимально странная история, когда застройщик во время пандемии делает не удешевление проекта, а наоборот удорожание, когда выбирают более качественные, более дорогие материалы отделки фасадов. По-моему, чуть ли не впервые я такое вижу, ну или, по крайней мере, очень редко такое встречается, что лобби решили сделать более дизайнерскими, более шикарными. Действительно, проект очень симпатичный снаружи, особенно первые этажи, аркбетон с золотыми вставочками, вообще просто чудесные корзины под кондиционеры золотые, тоже моя любовь. Очень красивые лобби, просторные входные группы и этажи. Есть три варианта отделки, ну, по крайней мере, было когда-то, три варианта отделки, тоже было очень классно. То есть застройщик максимально действительно подошел с душой к своему продукту и выполнил все обязательства, где-то даже перевыполнил. Поэтому для них, я так понимаю, что это все-таки была визитная карточка, они тоже понимали, что этот проект для них будет значить очень много, потому что мы убедились, что они решили не уходить с рынка, а наоборот, укреплять свои позиции. Появляются новые объекты, они покупают новую землю и будут выводить еще больше проектов. Поэтому им действительно было очень важно показать, на что они способны. Мне очень понравился проект. Я хочу теперь проехать, например, в Талисман на Рокоссовского, пока там еще есть квартиры, посмотреть, как там обстоят дела. Теперь я, по крайней мере, могу доверять по поводу качества. Триэс Групп действительно очень хорошо построили. Посмотрим, конечно, как будут дальше еще эксплуатировать. Поэтому постепенно, если вы ролик смотрите через какое-то время после того, как он вышел, напишите в комментариях, как там у вас дела у жителей этого объекта. Я бы здесь из нюансов отметила скорее даже локацию, наверное. То есть не конкретно к комплексу вопросы, а особенности расположения. Например, соседство со стройкой вам может не понравиться, потому что здесь еще будет несколько лет точно строиться под вашими окнами. Парковочных мест здесь в районе все-таки не хватает. Если вы не на метро, а на машине, нужно все-таки смотреть, куда парковаться. Ну и, собственно, сам район, ну такой, очень своеобразный. Сейчас он преображается. Я каждый раз сюда приезжаю, мне нравится все больше, потому что все-таки больше появляется жилого пространства. Насколько возможно, все реорганизуется. Ну, он такой как бы на любителя. Нужно приехать, посмотреть, комфортно вам здесь жить или нет. Пишите в комментариях, как вам объект, как вам застройщик. И лайк, подписка на канал, колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока!